Дай почитать Входит в тройку культовых китайских авторов остросюжетной литературы. Он считается мастером детектива, знатоком человеческой натуры и посвященным в искусство криминального расследования. Самый популярный писатель в Китае. Детектив «Письма смерти» о том, что в некоем китайском городе Чэнду есть серийный убийца, казнящий беспощадно людей, когда-то избежавших законного наказания. Перед каждой казнью убийца отправляет извещение о вынесении смертного приговора, обвиняемому с подписью «Эвмениды». «Эвмениды» живут в сердцах многих. В этом мире слишком много зла и несправедливости. Вот почему людям необходимы «Эвмениды», которые будут с этим бороться. Для понимания действий преступника формируется специальная группа. Но поймать палача не так-то просто, ведь он всегда оказывается на несколько шагов впереди полиции. Замысел детектива неоригинален и не нов, но каждая сцена выразительно кинематографична. Сюжет динамичен и напряжен, а автор развернуто объясняет каждое действие, не упуская ни одной детали. К сожалению, это перевод, и это китайская литература для русского уха, лишенная привычной яркости, эмоциональности, чувственности, описательности. Понятно, что развязка неожиданна. Ясно, что самосуд – вещь недопустимая, приводящая к хаосу, но все равно этот детектив задевает, заставляет вчитываться и перечитывать. Для европейского сознания он слишком многослойен и сложен, но те, кто любит детективы с восточным ароматом, будут несказанно рады прочитать именно этот детектив. Что же отличает так называемые восточные детективы? Это увлекательный сюжет, моральная составляющая, относительность позиции преступника, связанность различных действий и слаженная коллективная работа сотрудников полиции. Кстати, есть уже и экранизация этого романа. Она называется «Уведомление о смерти». Читаем, смотрим, спорим. 16+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенская, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok